Расскажите, пожалуйста, подробнее о теле или, может быть, кинопроекте, который связан с вами и Рене Флеминг, а также с роскошными дворцами Санкт-Петербурга. Насколько я поняла, это будет не просто телеверсия концерта, это будет такая прогулка, где вы будете не только петь, но и рассказывать о той красоте, которая вокруг вас. Ну, знаете, большинство иностранцев, людей нерусского происхождения считают, что Петербург это, ну вот, так называемое лицо, что ли, России, уникальный город. С одной стороны, они правы, с другой стороны, Москва, допустим, или там, я не знаю, Казань, или какой-то старорусский город, Ярославль, вот это вот лицо России. Петербург ведь был построен практически в одно время, и архитектурно он не настолько разбросан и разналик, как большинство европейских мировых городов, поэтому он уникален. Поэтому, конечно, является бы удивительной архитектурной жемчужиной, которую обожают и любят практически все. С другой стороны, это какое-то и культурное лицо России, где культурные традиции всегда были очень высоки и культивировались на необычайной высоте. В этом смысле, конечно, Петербург представляет такой уникальный интерес. Сам проект, конечно, исходил не от меня, в принципе, это целиком и полностью проект Константина Арбеляна, который был с самого начала и до самого конца идейный вдохновитель и руководитель всего этого проекта. Его, благодаря ему и его энтузиазму, его настойчивости, я и Рене Флэминг принимают в этом участие, в буквальном смысле. А на кого рассчитан этот телепроект с вами и Рене Флэминг? На иностранцев, которым вы попытаетесь рассказать, что есть Петербург? Я познакомился со сценарием. Да, это интересный проект, интересный сюжет, история с комментариями и со стороны ведущего Рене Флэминг и меня. Вот пение в красивых залах, в костюмах. Я знаю, что Рене будет одета в костюмы Вивьен Вэйсвуд. Я буду одет, как я буду одет. Так что, в общем, еще с этой стороны тоже. И, конечно, PBS и CDF и BBC, представляя такой фильм, достаточно нечасто делается, особенно в Америке. PBS – это единственный каналчик, культурный каналчик, который 50% своего эфирного времени просит денег, в буквальном смысле. А почему Рене Флэминг, а не, например, Сондро Радвановский, который вы привозили в Москву в рамках фестиваля, придуманного вами? Ростовские его друзья. Рене Флэминг с самого начала была в этом проекте. Несколько я, сколько она. Так что, в общем, это скорее всего, как бы меня выбрали, мне кажется. И проект с Рене Флэминг из их числа. Это то, что вам хочется делать, это то, что вам нравится, и поэтому вы в этом ввязались. Да, боже, это же не съемка, это, как вам сказать, это нормальный концерт, который будет сниматься в залах. То есть, там ничего особенного придумывать не нужно. То есть, это не телевизионный, не художественный фильм. Вот эти вот, значит, комментарии и экскурсы в историю, в архитектуре и так далее, это тоже, ну, своего рода, что ли, ну, как бы, я не знаю, там, какое-то интервью, что ли. Так что там ничего особенного такого, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Если мне надо посмотреть хорошенько этот сценарий, может быть, я что-то недопонял. Вы выходите за границы классического оперного репертуара, взять те же военные песни, которые с удовольствием продолжают многие пересматривать и переслушивать, потому что есть и телеверсии, есть и диски. А сейчас вы записали уже целый диск с Игорем Крутым. Это что, вот вам не боязно? Все-таки Крутой это не Дуновевский. Желание, что ли, мое, раздвинуть рамки своего амплуа, это абсолютно естественное желание каждого человека, который, ну, добивается определенного успеха в своей области, который чувствует в себе потенцией и возможности, иначе говоря, расширять рамки, пробовать себя в новых ипостасях. Тот человек имеет, мне кажется, право и свободу заниматься этим делом. То есть вот то, чем и я пытаюсь заниматься. Как я вот раньше говорил, я совершенно недавно, неожиданно попробовал себя в качестве, значит, чтеца поэтического, и у меня очень хорошо получилось, на мой взгляд. То есть на мой даже суперкритический взгляд, по-моему, была очень хорошо, удача. Я от этого ощутил настолько, настолько интересное такое полное творческое удовлетворение, что я даже не ожидал, что вообще вот на данный момент я могу так сильно радоваться этому. Сам проект с крутым, это тоже абсолютно для меня отход от моих рамок, от моего жанра и пробование себя абсолютно в другой ипостаси. И мне это очень интересно делать, тем более, что в эту музыку я тоже стараюсь переносить то, что я знаю, то, что я умею, то, что я представляю собой на данный момент. То есть это не поп-музыка. Эту музыку я поднимаю до определенной высоты. Дмитрий Александрович, не могу не спросить про то, что случилось. Отменился концерт, и, как Вы сказали, не один, а целых четыре из-за Вашей болезни. Это была банальная инфлюенция, я правильно поняла? Нет, там не инфлюенция была, а там было что-то другое относительно банальное. Нет, вряд ли это банально, иначе, как правило, я не отменяю концерты. То есть, в общем, случилась достаточно редкая вещь, но я уже давно восстановился и чувствую себя прекрасно. Спасибо, Дмитрий Александрович, успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.